это привет вот дабы не топить улицу как видно здесь балка лежит я решил потихоньку утеплиться вот у меня такой пенопласт придарили мне немножко и встает вопрос его надо резать но резать можно по-разному так вот резать можно брать вот такой нож линейку металлическую выпускать и резать честно говоря вот таким макаром резать все равно нож как-то кривиться вот и не очень аккуратно получается так вот чтобы порезать аккуратно пенопласт вот я вот такую приспособочку взял соседа плюс блок питания сейчас посмотрим что с него можно сделать но на мой взгляд вот так вот на этой доске по направляющей резать не очень будет аккуратно я решил взять вот такой листик дсп рабочий стол у меня есть и сейчас попытаюсь это дело смонтировать на столе опять же мне почему не понравилось вот так когда ложишь линейку и режешь одной рукой держишь линейка рядом уже пару раз вот так вот нож соскакивал и чуть ли не по пальцам мне это дело очень не понравилось поскольку вот этот ножик он очень опасный и травматичный и поэтому вот я так подумал подумал пальцы нужны но вот и дабы проблем не делать решил вот взять этот приборчик и попробовать им порезать пенопластик собрал не эту приблудочку и что у нас получается потихоньку берем подводим и пенопласт вот режется конечно это не супер пупер там чего-то но тем не менее как мы можем видеть довольно таки аккуратно понятно что вот но я бы сказал что качество реза вполне меня удовлетворяет сейчас попробуем вот эти листики что из этого получится но перед тем как это уже делать надо выставить получается очень даже аккуратный такой рез вот меня все устраивает пробуем вот как мы видим нить потихонечку проплавляет проходит все это я буду делать без фанатизма потихонечку помаленечку вот торопиться некуда вот это как бы пробный шар вот нитка не хромовая там у меня по вольтажу он 58 вольт скажет но всяком случае так написано на приборе как там на самом деле я не знаю но вот тут что сейчас покажу потихонечку я двигаю и как мы видим ниточка не хромовая свое дело знает смотрим даже неплохо получилось ну что теперь можно утепляться дальше вот я тут обворачиваю как раз вот сюда мне и не хватает чтобы закрыть этот кусок железа смысл его так сказать нагревать когда можно вот так укутать и будет в гараже гораздо теплее и меньше энергии надо тратить на на то чтобы натопить гараж вот будем экономить тепло и опять же белый цвет отражает как бы тоже хорошо за железку берешься руками вот она холодная за пенопласт руками взялся всегда теплый вот при помощи такой нехитрой конструкции вот на столике очень даже легко распускается вот такой пенопласт в нужный размер и потом можно работать да еще один момент опять же повторюсь сейчас по поводу того как дальше допустим нам надо его порезать я его режу лобзиком очень хорошо красиво и ровно берем мой первый способ когда нам надо порезать берем режем и мне не понравилось что все равно лезвие вот так гуляет и срез получается неровный когда же ты режешь лобзиком вот сейчас мы это посмотрим ложится на край стола здесь площадка ровно и рез получается ровно сейчас я покажу вот и отрезал и как мы видим видно что очень четко все ровно получается а когда режешь вот таким образом вот есть большая вероятность и руки порезать и в общем но это не говорит о том что я криворукий нет ну просто-напросто нож с такой линейки норовится скачать я задумался о том что зачем как говорится мучить себя и можно получить травму немножко подумал сообразил что можно резать вот так вот элементарно лобзиком и за счет того что он идет как бы ровно у него есть вот такой столик как бы да не как бы есть стол и он все равно режет гораздо ровнее и аккуратней может можно как говорится убедиться в этом вот такие вот мелочи жизни в быту вот продолжаем утепляться потихоньку вот зашиваться потому что вот это вот железки вот есть смысл вот так под наклеится и уменьшить теплоотдачу уменьшить количество холода в гараже вот такими элементарными моментами все всем спасибо за внимание пока пока вот итог так довольно таки быстро в течение 20 минут у меня из двух кусков получилось столько сколько мне надо этот тут чуть потолще я порезал другой чуть потоньше но так было задумано так что рекомендую